МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трио «Джаздэй» – это братья Семёновы. Иван – саксофонист, Степан – барабанщик и пианистка Алиса Рагулина. Коллективу всего один год. 20 февраля в Видновской школе искусств состоялся их первый сольный концерт. Своё выступление юные джазовые музыканты начали с композиций Генри Манчини «Петер Ганн» и «Сент-Луис Блюз», написанный Уильямом Кристофером Хэнди в далёком 1914 году. Сегодня будут известные джазовые стандарты, как «Караван», «Тейк-файв». Мы этот репертуар взяли, потому что мы его очень давно знаем, и он отработан. Степан Семёнов и Алиса Рагулина – победители третьего сезона Всероссийского конкурса талантов «Синяя птица». Именно там к ним и пришла идея о создании своего коллектива. Немного позже к ним присоединился Иван. Так появилось трио «Джаз Дэй». За столь короткое время существования ребята уже успели выступить на многих концертных площадках. Мы выступали в клубе «Козлова» в Москве и на музыкальном шоу «Музобразие». 13-летняя Алиса рассказала, что учиться играть джаз она начала в пять лет благодаря книге Игоря Бриля «Джазовой импровизации», которую ей подарила мама. Теперь в своём ансамбле она играет не только джазовые стандарты, но и современные композиции в джазовой обработке. Мне очень нравятся все эти произведения, и я прям кайфую от них. Поэтому, в принципе, это не заняло так много времени, потому что музыка идёт от сердца, от души, и мне это очень нравится. Руководитель коллектива, преподаватель видновской ДШИ Анатолий Бельчиков признаётся, он поражён нестандартным мышлением ребят. Даже если где-то не хватает техники, они находят такие пути, выхода из положения, что иногда это не под силу даже взрослым музыкантам. Атмосфера у них сказочная. Они друг друга понимают, даже не глядя друг другу в глаза, они понимают, куда надо идти, какой ход сделать, и гармонический, мелодический, ритмический. Они чувствуют друг друга просто на каком-то космическом уровне. Я поражаюсь такому. Они сыгрались сразу же. Зрители, пришедшие на концерт, с огромным удовольствием слушали и джазовые стандарты, и темы из художественных фильмов, таких как «Чёрный орфей» и «Розовая пантера», одаривая юных исполнителей бурными аплодисментами. Причём не только на заключительном аккорде, а и в моменты, когда музыканты по очереди начинали солировать. Мне очень понравилось выступление, особенно когда есть современные песни, это очень необычно. А так как джазовый фестиваль, я джаз не очень люблю, но мне нравится, потому что эта музыка живая. Они большие молодцы. И хочу сказать отдельное. Мне очень понравилось, как играет барабанщик, как играет на пианино. Саксофон вообще офигенный, очень круто. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова